Вы знаете, жизнь она прекрасна. Кто-то не хочет жить, он уже все прожил, он уже все имеет, он уже все получил. Но нам надо увидеть жизнь совсем с другой стороны. Как ее увидеть? Без Духа Святого. Вы знаете, мужчины ищут утешение в некоторых мужчинах, не все мужчины, в женщинах. Другие женщины думают, что они утешатся мужем. Ну. И это утешение, оно такое не очень хорошее. Это не жизнь. Когда они вступают в брак, они понимают, что я ожидал не то. Это не та жизнь. Правда? Но есть люди подготовленные к этому. Что будут трудности у тебя и в твоей жизни, но жизнь ты будешь черпать не от этого. Жизнь твоя зависит от присутствия Бога. Очень важно. И вы знаете, в мире будете иметь скорбь, это обещание Божье. Ну мужайтесь. Он говорит, я победил. Кого? Этот мир. Бог дал тебе власть побеждать мир. Не быть не в мире, а побеждать мир. Мы вообще делились, правда? Но мы работаем. Каждый из вас работает. Кто из вас работает? Поднимите руку. Ой, молодцы. Я люблю, когда работают. Особенно мужчины. Потому что мужики должны работать. Правда? Ну, жены должны, может быть, даже сидеть дома с детьми. Нянчить. И работа, она дает нам такое ощущение, что мы в этом мире. И мы смотрим на этих людей, и мы смотрим на то состояние, в котором они живут. Что-то происходит, и что-то нам не нравится. Нам что-то не нравится. И мы недовольны той ситуацией. Но я вам хочу сказать, Бог дал вам силу побеждать мир. И при этом быть благословенными. Иметь в мире все, и при этом быть благословенными. Вы знаете, бывает, когда мы непослушны, или мы становимся непослушными, мы теряем, мы начинаем терять. Терять самое главное, это мир Божий, который внутри нас. И вы знаете, я хочу с вами поговорить об очень важном. Давайте откроем Иоанн Леотеана, 3 глава. Вера в Бога, от чего она зависит. Вы знаете, деяние апостолов, оно показывает нам, что апостолы начали особо слушаться Бога. В какой-то момент. Особо начали быть послушными. В какой-то момент. Вера приходит от слышания, правда? Это написано в Римлянах, 8 глава. Вера от слышания. А слышание? Слова Божьего. Ну смотрите, интересно. Когда я не слышу этого слова, Когда я не послушен ничему, я не хочу ничего слушаться. Люди есть непослушные. И людям свойственно быть непослушным. Потому что, когда Адам с Евой согрешили, первое то, что они не вышли на голос Божий, это было непослушание. Грех – это непослушание. Когда пришел Иисус Христос, люди перестали быть послушны Ему. Они не хотели слушать. Даже те, которые должны были, фарисеи, книжники, они должны были слушать Бога. Они читали Библию, Тору, все время. Они изучали ее, знали Слово, знали и понимали его. Но они не были послушны. Откуда приходит вера? Вера приходит от моего смирения. Если я не смирен, Бог не может дать тебе веру, потому что вера приходит от Бога. Вера не от меня, потому что есть вера моя личная. Но эта вера меня завела в определенные этапы в моей жизни, которые мне не нравятся. Я хочу иметь веру Божью. И вера Божья, она говорит о подчинении кому-то. Я должен подчиниться под Его руку, потому что Он гордым противится, а смиренным дает благодать. И я должен смириться, будучи даже самым неверующим человеком или верующим, знающим Бога. Если я не смирюсь, в моей вере вера не возрастет. Что такое смирение? Вы знаете, смирение – это полное послушание. Даже если тебе что-то скажут, что тебе не нравилось раньше, что тебе расскажут или будут говорить, что тебе не нравится, ты будешь выполнять это. Иисус говорит ученикам, я иду на крест. О, я не хочу, чтобы ты шел на крест. Мне не нравится это слово. Как я буду свидетельствовать о тебе таком? Но мне нужно идти на крест. И вы знаете, самое интересное, 12 человек только осталось с ним. Один из них был Иуда. Он тоже оставался до определенного времени. Но тогда у него закралось неверие, непослушание тому, что он говорит. Но они решили, мы не верим, но мы будем послушны. Вера приходит от того момента, когда я начинаю и принимаю решение быть послушным Богу. Скажи послушание. Давайте откроем. Иван Леотеана, 3 глава. Между фарисеями был некто Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал, Рави, мы знаем, что ты учитель. Учитель, пришедший от Бога. Он не признает его Богом, он не признает его Господом, он знает, что он учитель. Я не буду углубляться, кто это знает, но люди признают нас по делам нашим, по поступкам нашим. Они видят, что происходит вокруг нас. Люди получают освобождение, исцеление, благословение. Они видят те чудеса, которые есть, и они говорят, учитель от Бога, все, нормально. Но я не верю и не хочу верить. И смотрите, что Иисус ему говорит. Я хочу, чтобы ты услышал, что Иисус говорит ему. Смотрите, Иисус сказал ему в ответ, Истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божье. Ты хочешь увидеть Царство Божье, но ты не хочешь родиться, не хочешь быть рожденным. Вы знаете, что такое рождение? Это быть послушным. Никодим не хотел быть послушным Иисусу. Он поэтому ночью пришел. Он не хотел признавать его Господом. Он поэтому пришел к нему ночью. Многие люди сегодня приходят к Богу, и они не хотят признавать его. Ты верующий? Христианин. Ты знаешь Бога? Да. Кто-то исповедует его, кто-то кричит на улице, кто-то поет ему, кто-то прославляет его, а кто-то, о, я только чуть-чуть. Одной ногой. Там, другой здесь. Никодим был таким, хотя он был фарисеем, хотя он учителем Израиля. Тот, который должен был преподавать правильную науку, правильно, Слово Божие. Он не хотел признавать Иисуса. Поэтому он пришел ночью. Ты не сможешь веровать, Никодим, если ты приходишь ночью. Есть люди, делающие определенные вещи, и они только поклоняются Богу в тайне. Бог в сердце. Вы слышали таких? Пока ты Никодим, и Бог у тебя в сердце, Он должен быть и извне. Ты должен быть послушным Ему. Вы знаете, мне нравится, они победили Его кровью Ангца и словом свидетельства своего. Что такое свидетельство? Это признание Иисуса Христа. Признание громко, не стесняясь прославления Его, восхваления Его. Слушай внимательно. Перед всеми, даже если они не прославляют, потому что и не возлюбили души своей, потому что люди, которые хотели их убить, они слышали их говорящими, что Иисус их Господь. И не возлюбили души своей, даже до смерти и смерти. Мне надо идти на крест. Послушайте внимательно. Многие сегодня готовы избавиться от определенных жизненных обстоятельств твоей жизни. Мы хотим научиться определенным вещам, но признавать Иисуса Господом, но не сейчас. Вы знаете, когда мы вышли в Борисполе здесь и начали свидетельствовать об Иисусе Христе, знаете, что нам сказали? Вы только не говорите Христос, Иисус. Ну, Бог можно. Но только не об Иисусе Христе. Но мы прославляем Иисуса Христа. Мы верим в Того, Который воскрес и умер за Меня и воскрес третий день. Мы верим в Иисуса Христа. Мы не верим в Бога из трех букв, потому что все верят. И бесы веруют и трепещут. Но они не могут быть послушными. Есть вера Божья, которая творит чудеса Божьи. И она начинается с послушания. Когда ты начинаешь быть послушным? Не в темноте, не в темное время, не тогда, когда у тебя внутри что-то верит. Вы знаете, я верю, что мы должны внутри верить. Но послушай, но когда ты извне начинаешь прославлять Бога. Вы знаете, я не видел, когда люди получали исцеление, они внутренне верили в исцеление. Но я видел в Евангелии, когда те кричали, те говорили, те свидетельствовали, и говорили в своем сердце, и что-то делали. Они прославляли, скажи, прославляли Бога. Они прославляли Бога еще задолго до того, как они получили то или иное. И они хотели от Него получить. И что они получили? Веру от Бога. Они имели веру в Бога. Они получили веру от Бога. И они получили свое исцеление, потому что исцеление – это то, что Бог хочет дать. Благословение – это то, что хочет Бог дать. Смотрите, истинно говорю тебе, если кто не родится, тебе надо переродиться. Слушай внимательно. Твои мысли – не твои мысли. Твоя жизнь – не твоя жизнь. Знаешь что? Тебе надо родиться заново. Тебе надо перестать жить твоими мерками. Тебе надо родиться заново. Потому что твой мир диктует тебе, кем ты должен быть. В чем ты жил. Вы знаете, мы рождены в этом мире. И этот мир диктует нам, что нам кушать, во что одеться, куда ходить, что делать, что говорить. Но Он говорит, тебе надо родиться свыше. Для того, чтобы быть моим учеником, тебе надо родиться свыше. Для того, чтобы прославлять меня, тебе надо родиться свыше. Я хочу, чтобы ты остановился на этом чуть-чуть, потому что рождение свыше, оно подразумевает изменение моего характера, моих мыслей, моих чувств, моих желаний. Некоторые хотят родиться свыше, ничего не потерял. Это невозможно. Это невозможно. Для того, чтобы родиться свыше, нужно все оставить, все потерять, все оставить ради рождения свыше. И Никодиму нужно было оставить своих. Вы помните, давайте прочтем это, Луки, по-моему, Луки, 12 глава. Успею. 12 глава 49 стиха. Огонь пришел я неизвесь на землю, и как бы желал, чтобы он уже возгорелся. Крещением я должен креститься, и как-то млюсь, пока это совершится. Думаете ли вы, что я пришел мир принести на землю? Я раньше думал, что мир он должен принести. Я должен найти мир с этим миром. Он говорит, я не принес вам мир в этот мир. В мире будете иметь, но вам должно родиться свыше. Если вы родитесь свыше, вы потеряете этот мир. Вы рождены для новой жизни. И смотрите, ибо, нет, говорю вам, но разделение, ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться. Трое против двух, и двое против трех, отец против будет сына, сын против отца, мать против дочери, дочь против матери, свекровь против невестки, и невестка против свекрови своей. Сложная тема. Полное разделение в семье. Как не хочется. Смотрите внимательно. Иисус говорит Никодиму, должно тебе родиться свыше. Тебе должно оставить, чтобы получить от меня что-то тебе должно оставить. Вы знаете, не может быть без жертвы благословения. Тебе надо чем-то пожертвовать ради того, чтобы получить что-то. для того, чтобы иметь вечную жизнь, надо оставить все. Надо оставить свои какие-то мировоззрения, свое желание, свое чувство, свой мир, в котором ты жил раньше, чтобы получить новый мир. Невозможно служить двум господам. Некоторые сегодня пытаются и быть там и там. Я не верю этому, что мы можем быть там и там. Мы должны находиться с Богом. Слушай внимательно. Это религиозность тоже может быть. Религия, она всегда в мир входит. Она говорит о мире. Но Иисус не говорил о религии, Он говорил о вере в Бога. И она начинается с послушания. Послушай, это ходить здесь на земле с Богом. Я говорю о том, что ты можешь ходить с Богом. Ты можешь общаться с Богом, но все начинается с послушания, банального послушания. Послушай меня, Он говорит. Тебе надо просто послушать. Мы говорим о том, что знаем и свидетельствуем о том, что видели. Вы знаете, все начинается с послушания. Если ты начинаешь слушать голос Божий, мне нравятся ученики, когда они преломляли этих пять хлебов, пять рыбок, да, и семь хлебов, когда они это делали и раздавали людям, я не знаю, что в их голове было, они были послушны, они просто были послушны, но послушание их произвело то, что произвело. Они накормили людей, и это было чудо, вера Божья. Смотрите внимательно, вера и послушание, оно идет вместе. Поэтому, когда мы говорим о том, что возложат руки на больных, и больные будут здоровы, это обетование, обещание, и мне все равно, если ты не веришь в это, я верю в это, но тебе лучше веровать, потому что, когда на тебя возлагают руки, а ты думаешь, произойдет или не произойдет, у тебя проблема, у тебя проблема, ты не находишься в Царстве Божьем, ты не находишься в том месте, где тебе это нужно, тебе нужна свобода, тебе нужна исцеление. Кто из вас получил освобождение чудным образом, поднимите руку, братья молодцы, слава Богу, братьев больше, а исцеление кто-то получил? Здесь больше, но когда ты получаешь что-то, ты отрекаешься от чего-то, ты принимаешь и говоришь, да будь что будет, я пошел в эту воду, ты понимаешь, что ты готов идти по воде, у тебя ощущение, что ты ныряешь куда-то, и ты не знаешь, что с тобой будет, тебе надо отречься от всего, Никодим не готов был отрекаться от всего, он старик, у него все нормально в жизни, у него семья, у него дети, как о нем будут говорить, поэтому двое будут делиться в семье, а тебе будут говорить, что ты ненормальная, ты ненормальный, как это так, верить и ходить по воскресеньям, да лучше сходи, лучше поспи и отдохни, зачем жертвовать, зачем служить Богу, ты безумец, мы безумны Христа ради, но мы знаем ради чего это, мы знаем, что послушание служит вере, и если я не буду послушен в моей жизни, я не достигну того, что Бог хочет в моей жизни, смотрите дальше, я прочитал вам, он так желает, чтобы этот огонь зажегся, но огонь не разгорится в моем сердце и в твоем сердце, если мы не будем послушны, он желает этого огня, чтобы был в Никодиме, но Никодим, знаете, он пришел ночью, он пришел в темное время суток, чтобы никто не видел, о каком огне ты говоришь, дорогой мой, я верю в тебя Иисус, но как обо мне скажут другие, что обо мне скажут мои друзья, что обо мне скажут те или иные, вы знаете, вера это всегда жертва, и смотрите, жертва своими желаниями, и давайте прочтем дальше, что он ему говорит, мне нравится, что он ему говорит, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие, не может войти в Царство Божие, от воды и духа, не может войти в Царство Божие, увидит, он вначале говорил, если ты не поверишь, то ты не увидишь, смотрите, давайте еще раз прочтем, если кто не родится свыше, не может увидеть, как рождаются свыше, верой, послушанием, первый шаг, это мое послушание, я хочу, чтобы ты услышал мое послушание Богу, я послушен Богу, и я не стыжусь благовествования, я не стыжусь прославления, я не стыжусь даже в темное время суток, в не темное, в светлое, я буду исповедовать Иисуса Господом, скажи, я не стыжусь, это увидеть, это только увидеть, когда ты увидел, вы знаете, твоя жизнь меняется, но тут говорится дальше о рождении, которое происходит, войти туда, а тебе уже будут говорить, вот это пошел человек из Царства Божьего, смотрите внимательно, это разница, когда о тебе уже говорят, не ты видишь и говоришь, не ты свидетельствуешь, а о тебе говорят, это Сын Божий, вы знаете, когда был случай один, неверующих когда-то сажали в неврологические, психиатрические, неврологические, извиняюсь, неправильно, психиатрические больницы для того, чтобы доказать, что они шизофреники, ну и все верующие должны быть шизофреники в советское время, потому что они с Богом общаются, с Богом разговаривают, с Богом имеют связь, и как-то одного верующего посадили с буйными в палату для того, чтобы ему показать насколько он, эти буйные сбились в один уголок, и когда зашли санитары, а санитары там должны дежурить постоянно, они просто вышли специально, чтобы те поколотили его, зашли санитары и видят эту ситуацию, и смотрят на этого человека в страхе и говорят, Христос пришел, Христосик пришел. Они свидетельствовали о нем, что это Божий Сын. Смотрите, разница между тем, что мы имеем это свидетельство уже внутри себя, у него глаголы вечной жизни. Смотрите внимательно, когда Павла Бог посылает, он посылает и говорит, иди, там тебе расскажут, он расскажет тебе, что тебе надо спастись. Это свидетельство уже было ему. От кого? От Филиппа. Есть определенные люди, которые уже имеют внутреннее свидетельство в себе. Не Филиппа, скажите кого? А? Ананий. Да? Хорошо. Перепутал. Свидетельство внутри себя. Ты имеешь уже внутреннее свидетельство, что ты в Царстве Божьем. Свидетельство извне, что ты в Царстве Божьем. Многие скажут, что ты в Царстве Божьем. Царство Божье это не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Вы знаете, я не вижу таких людей грустными, а они какие-то оптимисты по жизни. Что бы ни происходило, у них все хорошо. Не, бывает тяжело, поскорьбев немного, но все у них будет хорошо. Вы знаете, Никодим, он не находился в этом Царстве. Он хотел научиться, но при этом не признавать Иисуса. Научи меня, расскажи мне. Знаете, что он рассказывает ему интересно? Первое, Дух дышит, не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Я как-то проповедовал на эту тему, Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит, куда уходит. Так бывает со всяким рожденным Духа. Никодим сказал ему, как это может быть? И он задает адекватный вопрос для человека, который находится в Царстве этого мира, под властью этого мира. Как мне это может быть? Как у меня это может быть? Как со мной это может быть? Как это может быть? Я не смогу этого. И тебе и не нужно. Смотрите внимательно, Иисус говорит истинно, говорю, мы говорим о том и свидетельствуем о том, что видели, и свидетельство нашего вы не принимаете. А если я сказал вам о земном и вы не верите, как поверить, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын человеческий, сущен на небесах. Вы знаете, интересно, здесь Иисус свидетельствует о себе. Первый раз Он свидетельствует так сильно о себе. Я еще раз скажу. Это одно место, которое Иисус свидетельствует о себе для того, чтобы Никодим увидел это. Иисус свидетельствует о себе. Я прочту дальше. Как Моисей вознес змею пустыни, так должно быть вознесено быть Сыну человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Веришь ли ты в это, Никодим? Как это может быть? Я снова слышу, как это может быть? Как это может быть? Я не знаю, как это может быть. Расскажите мне, как это может быть? Тебе надо нужно просто прославлять Иисуса Христа. Тебе нужно просто войти в Его присутствие. Тебе нужно просто признать Его своим Царем. Первое, что в твоей жизни нужно, это признание. Второе, это крещение, это вхождение уже в Царство Божие. Это когда ты входишь, ты уже не просто послушан, ты уже двигаешься этой верой, потому что вода не спасает человека. Вы знаете, ты просто послушан в воде, о нет, ты заходишь в воду и тебя крестят, у нас в воскресенье было крещение, и вы знаете, самое интересное, когда крестили людей, они это делали как? Верой. Они получали это верой. Что такое водное крещение? Это когда мы принимаем то благословение, ту благодать от Бога. Какую? хождение в Царствие Божье, я вхожу в Его Царство. И кто-то говорит, это испытание в твоей жизни, забудьте про это. Я не об испытаниях говорю, у вас открываются новые горизонты, новая жизнь, у вас открываются новые возможности, Царство Божье. Смотрите дальше, интересно. Рожденный от Духа. Есть те, которые рождаются от Духа. Скажи Дух. Мне нравится Дух. Мне нравится ходить в Духе. Когда я в Духе, мне все равно, что с моей плотью. когда я прихожу на служение и здесь есть присутствие Духа и ты окунаешься в это, но ты пришел по плоти. Кто из вас такой приходил бывало? И ты чувствовал все хорошо. Смотрите, люди в Духе, они чувствуют хорошо себя в любом случае. Дух дышит где хочет и голос его слышишь и не знаешь. На тебя уже не действуют магнитные бури, настроение этого мира, войны, слухи, страхи, депрессии, финансовые вопросы. Ты в Духе? Послушайте, не, мы питаем свою плоть, но послушайте, мы знаем в Духе, что будет все. С Богом мы преодолеем врага, с Богом мы преодолеем всякую трудность, все будет. И он говорит Никодиму, Никодим, тебе должно поверить в Иисуса Христа, свисящего на древе. Тебе нужно поверить, тебе нужно послушать меня, тебе нужно послушаться этого. Он еще не видел Иисуса, но он свидетельствует о нем. Он еще не видел его, он еще не видел его висящего там, но он уже свидетельствует, что тебе надо поверить в меня, и начать свидетельствовать. Вы знаете чем ученики отличались от Никодима? Иисус здесь говорит, вы нашему свидетельству не верите. Чему нашему? Моему и тех, которые со мной. Вы поняли, что он противопоставляет Никодима? Никодим из этого мира, они не из этого уже. Вы понимаете, разницу. Вы смотрите, в Иоанн Леотеана он молится за учеников, и вы знаете, он за кого молится? За тебя и за меня. За тех, которые рождены свыше. Не за всех он молится. Не тех, которые в мире. Не за всех молюсь, он говорит, но сохрани их в мире. Он молится о тех, которые рождены свыше. И я вам хочу сказать, есть привилегия быть рожденным. Ты знаешь Бога, и Он знает тебя. Должно тебе родиться от воды и духа. И вы знаете, вера, она, это способность исповедовать то, что невозможно. Говорить то, что невозможно, потому потому что дух дышит где хочет. Сегодня некоторые люди верят в Иисуса Христа, но вы знаете, если ты сделаешь Божий, тогда я поверю, но приходят в темное время суток к Нему, в сердце, в тайне, начни исповедовать его громко, тогда может войдешь в царство Божье. Послушай внимательно, потому что от тебя зависит первое, что послушание его слову. Вера приходит от слышания. Вы помните, когда Петру Бог открывается и Он открывает Ему, что Иисус есть Господь, у Него глаголы вечной жизни. Ему говорит Иисус, не плоти кровь тебе открыли, но Отец сущий на небесах. У Него было откровение и Он признает это перед всеми. У Него были вопросы, кто такой Иисус для Него лично. И Он принял для себя решение, что Он услышал это. Я вам хочу сказать, все ли слышали, многие ли слышали, многие слышали, и по всей земле прошел голос их. Но почему Петр получает откровение и почему он камень? Да потому что он послушен этому голосу. Сегодня некоторым надо быть послушными тому Слову, которое вы приняли от Него. Если вы поверили в Иисуса Христа, станьте Ему свидетелем. Я вам хочу сказать разницу между верующим и слышавшим о Нем. Слышавший о Нем приходит ночью к Нему как Никодим. Он готов учиться, он готов читать книги даже об Иисусе Христе, о Его делах, но он не готов ничем жертвовать своим, своей репутацией, своей жизнью, ради того, чтобы признать Иисуса Господом. Меня богомольным называют, христианином, как это так? Как меня должны называть? Меня должны называть тем, кем я являюсь, Сын Божий? Это извне свидетельство, извне. Послушайте внимательно, рожденный свыше. Это не будет чувствоваться, как сверхъестественное что-то, потому что рождение свыше ты не почувствуешь особым образом, но ты будешь чувствовать, что ты на небесах. Твоя жизнь изменилась в корне, твоя жизнь стала другой. Это процесс. Я люблю этот процесс. Скажи, мы в процессе. Некоторые в процессе. Никодима он не изгнал вон, и тебя он не изгоняет вон. Он ожидает признания, он ожидает, когда ты начнешь исповедовать его своим Господом, свидетельствовать о нем, не бояться, не страшиться. когда ты начнешь верить тому, что он говорит, а не тогда, когда ты начинаешь смотреть вокруг себя и слышать тех свидетелей, которые вокруг тебя. Знаете, о чем они свидетельствуют? У тебя ничего не выйдет, ты неудачник, как и все мы, а я нет. Мы войдем, мы получим, у нас все выйдет. И вы знаете, самое интересное, рожденный от плоти есть плоть. Иисус говорит о рождении от его слова, и его надо послушать, его надо послушаться, его надо услышать. И некоторым сегодня фарисеям, законникам, саддукеям, иудеям, надо услышать. Услышать о ком? О нем. И быть послушными ему. Я отрекаюсь от того, что я был послушен раньше. Закон где-то войдите ко Христу, да? Он тебя довел, а теперь слушайся Христа. Хватит. Он тебя довел до Христа, теперь начни слушаться Его. Ну как же, надо же исполнять закон. Поэтому Павел возмущается в Галатам. Послушай внимательно, вы отошли от Иисуса Христа, вы перестали Его исповедовать своим Господом, вы сказали, недостаточно Христа в вашей жизни. Поэтому некоторые, они засвидетельствовали о Боге, не вошли в Царство. Потому что входим мы в Царство тогда, когда мы начинаем жить этой жизнью. И это надо время. Некоторым надо время. Три года ученики были. Они исповедовали Иисуса, не стесняясь. Они свидетельствовали об Иисусе, не стесняясь. Но даже чудеса творили, но когда в их жизни загорелось Царство Божие, когда сошел на них? Молодцы! Как только на тебя сойдет эта сила, через три года может быть, когда ты войдешь в это, тогда весь мир изменится вокруг тебя. Ты будешь не в этом мире. И знаешь почему? Потому что те страхи, которые давили на них, и та боязнь, которая была в них, уже не владела имя. Они вышли на улицы и начали свидетельствовать. Слушайте, вы того, которого убили, которого мир не был достоин, мы проповедуем сегодня, потому что мы в его царстве. И вы знаете, когда Стефана убивали, то он видел Иисуса Христа. Он не видел тех, которые убивали его. Он не видел вообще ничего. Он видел Иисуса. Знаете почему? Потому что он ходил в его царстве. Сегодня надо ходить в его царстве. Некоторые ходят и в этом мире. Они живут ментальностью этого мира, жизнью этого мира. Но я хочу, чтобы ты приподнялся чуть-чуть, вышел чуть-чуть из своего удобного положения. Поэтому будут двое в доме делиться. Отец против матери, сын против. там со свекровью чаще проблемы, да? Невесткой. Есть проблемы. Почему эти проблемы возникают? Потому что они живут уже не по правилам этого царства. Они не в этом мире находятся. Двое в доме делятся не потому, что разделение, не потому, что у них разная а потому, что они в другом царстве. У меня другой паспорт. Я гражданин другой страны. Слушай, мы на небесах. Наши имена записаны там. И когда твое имя будет там, то мы вместе. Мы отделены от этого мира. Поэтому спасешься ты и весь дом твой. Потому что все, кто хочет увидеть это царство, вы знаете, все смотрели эти фарисеи, они смотрели на Иисуса Христа, они завидовали Ему. Он ходит в этом мире, а оно на него не влияет. Этот мир на него не влияет. Почему мир не влиял на Иисуса Христа? Он не влияет сегодня и на на Тебя? Почему Никодима возмущала это? Наверное. На меня влияет. Я такой законник, я такой строгий, и у меня такие правила, я придерживаюсь, но этот мир, он захлестывает меня, а с Иисусом что-то не так. Где-то у меня что-то не так. Вы знаете, задайтесь себе вопросом, если в твоей жизни что-то не так, тебе нужен Иисус Христос, тебе нужно покаяние, тебе нужно прийти и начать исповедовать Его своим Господом, и это Его Слово, и это Его обетование, если ты будешь исповедовать Иисусом Господом, то спасешься. Давайте прочтем это, мне нравится в римлянах, когда он говорит это, давайте прочтем, потому что вера без дел, вера без дел, скажи, вера без дел мертва, если устами будешь исповедовать Иисуса Господом, а сердцем веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Это написано в 10 главе, 9 стихом, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют. Никодим, ты праведен может быть, но ты еще не спасен, в твоей жизни нету спасения, тебе надо исповедовать, поэтому нужно выходить и говорить, Господь, я исповедую Иисуса Господом, поэтому я вызываю наперед некоторых людей и говорю, выйдите сюда, выйдите сюда, знаете почему? Потому что им надо исповедовать, чтобы увидеть Царство Божие, нужно исповедовать. Вы знаете, некоторых детей бьют по попе. Для чего? Не, бьют по попе, когда они рождаются, для чего? Для какой причины? Чтобы они задышали, чтобы мы услышали, не, они могут и дышать, послушайте, но когда ты крик слышишь, ты понимаешь, что он дышит. Дыхание, ну, может, стеклышко подставить, или еще что-то, чтобы пар пошел, но нету времени, тут надо время, тут надо побыстрее, тут скорость нужна, и по попе стук, больно, задышал, то есть он и дышал раньше, но некоторым надо толчок для жизни, послушайте внимательно, когда Бог тебя толкает для жизни, и чтобы ты жил, не сопротивляйся этому, потому что это рождение, поэтому мы говорим, придите, вы выйдетесь, ой, не хочу, да задыши наконец-то, надо уже жить новой жизнью, исповедовать Иисуса Господа, чтобы увидеть Его Царство, когда ты начинаешь видеть, тебе приходится не только видеть, тебе захочется и ходить в Нем, потому что когда ты вкусил, насколько благ Бог, Насколько Он прекрасен, что происходит? Я хочу не просто попробовать, я хочу окунуться в это, я хочу быть в этом, чувствовать это, ощущать это, я хочу жить постоянно этим. Знаете, кто-то видит, то по телевизору мы смотрим, какие красивые места бывают на Украине, Карпаты, кто был в Карпатах? А кто-то только видел по телевизору. И когда ты приезжаешь и ты понимаешь, что то, что ты видел, несравненно с тем даже, что ты сейчас ощущаешь, когда ты вдыхаешь этот воздух, когда ты смотришь на эти горы, когда ты видишь вот эти холмы, когда ты гуляешь с этими людьми, вдыхаешь эти ароматы, ситуация меняется. Можно жить в Царстве Божьем. Есть люди, которых все плохо. Что не спроси, у них все плохо. Он еще не в Царстве Божьем, он проходит процесс. Он может свидетельствовать, видеть Царство Божье, но процесс, этот процесс, когда ты начинаешь жить этим. Что бы ни происходило, я наслаждаюсь этим. Это Божье Царство. Что бы ни было, я буду славить Бога. Это Божье Царство. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, а сердцем веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит всякий верующий в Него. О ком тут говорится? О послушных. Очень важно быть послушным Богу. Знаешь кто? Верующие все, на улицу выйди, все верующие. В сердце веруют в Иисуса Христа. А исповедуешь ли Иисуса Господом? Даже исповедуют, но как? По-своему, в своем мире, как видят учитель Израилев, как Никодим исповедовал, правда? но не готов исповедовать Иисуса. А на улице крикнешь Иисус Господь. Мне нравится, мы ехали с одним братом, он только покаялся. Мне нравится, когда люди только каятся. Они такие горящие, горят, сильно горят. Ну, приходят испытания. И у него люк в машине был, это не его машина была, Мерседес, мы ехали, и он затормозил, а там кришнаиты шли. Харакришна, вот так вот идут, поют там. Он высовывается из этого люка, а Иисус Господь его возмущала, наверное, религия, которую они внушают другим людям. Мне даже и мысли в это не было сказать. Не, я бы с ним говорил, но ему захотелось крикнуть, его возмущало это. И знаете, самое интересное, что они напротив него живут. Это его соседи. Готовы ли мы так соседям кричать? Иисус Господь? Да ты ненормальный какой-то. Они ему сказали. Ну и что Иисус Господь? Конечно, мы тоже веруем в Кришна. И ты тоже веруешь, что Иисус Господь. Но они исповедуют ни его. Они знают что-то. Они говорят об учителе, но не говорят о нем. А мы же проповедуем Иисуса Христа распятого. И вы знаете, в этом нету различия. Я хочу, чтобы вы дочитали вместе со мной. Всякий верующий в Него не постыдится. 12 стих. Здесь нет различия между Иудеем и Еленом. Скажи, здесь нет различия. В вере нет различия. В Иисусе Христе нет различия. О Иудея и обращенного и того, который верит и который был. Нет различия. Вы понимаете меня? Потому что один Господь у всех. Богатый. Скажи, Бог меня благословит. Богатый для всех призывающих Его. Поэтому мы верим в такого Бога. Ибо всякий, кто призовет имя Господнее, всякий, я тот всякий, я тот всякий, который говорит и не стесняется, я тот всякий, который сидит и нуждается может, но для этого надо исповедовать Иисуса Христа Господом надо сказать, Иисус, помилуй меня, спаси меня, я верю, что ты Сын Божий. Сегодня некоторым надо исповедовать это. Сегодня некоторым это надо принять. Сегодня некоторым надо прославить Бога. Поэтому когда ты стоишь на прославлении и так чтобы никто не слышал тебя и не видел, тебе надо славить Его громче всех, кричать Ему, чтобы все услышали, что ты нуждаешься в Нем. Потому что когда ты Его славишь, в твоей жизни что-то меняется, изменяется что-то с тобой, потому что ты начинаешь видеть Царство Божье. и твоя вера возрастает для тебя. Потому что вера приходит не от тебя, вера приходит от Господа, вера приходит от слышания голоса Его, от слышания Слова Божьего, от слышания того, что Он говорит в твое сердце. Вы знаете, а для того, чтобы услышать, надо хотя бы увидеть Его, хотя бы увидеть, должно нам родиться свыше. О, некоторым рожденным свыше, я напоминаю, но те, которые уже рождены свыше, вам нравится в этом ходить? А те, которые еще не родились, вам надо кричать об этом? Я новое творение во Христе Иисусе. Еще спрашиваю, что Израиль не знает Бога? Но первый Моисей говорит, я возбужу вас ревно с ненародом, раздражу вас народом непонимающим. А Исаи смело говорит, меня нашли неискавшими, я открылся, не вопрошавшим обо мне, ибо Израиль говорит, целый день я простилорал руки мои, они были непослушны. Как только человек начинает быть послушным, приходит вера, приходит вера, приходит вера, как только ты начинаешь быть послушным, приходит вера, потому что я возложил упование на Бога. Послушай меня, Бог, который пришел в твою жизнь, Он Бога для всех, и твоя нужда для Него не проблема, твоя проблема для Него не проблема, Он Бога для всех, призывающих Его, начни призывать Его, потому что сердцем верует только к праведности. Почему ты не говоришь и не рассказываешь, надо жизнью свидетельствовать, я некоторых слышал так, да, надо жизнью, но Никодим пришел ночью, он жизнью свидетельствовал, наверное, об Иисусе, но Павел свидетельствовал свидетельствовал не только жизнью, он свидетельствовал и громко, и он говорит, я не стыжусь благовествования Иисуса Христа, потому что она есть сила, я тебе скажу, тебе надо укрепиться и быть сильным, чтобы победить этот мир, некоторые сегодня проиграли, они стоят в проигрыше, и они не побеждают этот мир, знаешь, почему? Потому что перестал свидетельствовать, ассимилировался, стал таким же, как этот мир, растворился в мире, а надо войти в его царство, для этого нужно просто исповедовать Иисуса Господом, о, есть масса грехов, от которых нам надо избавиться, и когда мы сегодня будем принимать причастие, послушайте, причастие это признак того, что я принимаю Иисуса Христа, что Он сделал, это мое свидетельство, скажи, свидетельство, о чем ты свидетельствуешь сегодня? Это свидетельство для этого мира, что я верую в Иисуса Христа, я принимаю Иисуса Христа как своего Господа, в этом мое исцеление, Он богат милостью, у Него все есть для меня там, через это причастие я получу все, нет, не через причастие, а через мое свидетельство, то, что я делаю, поверить то, что Он сказал, кто не будет есть и не будет пить, не будет иметь части, я это делаю, потому что я хочу быть и иметь часть с Ним, я не стесняюсь этого, я хочу иметь часть с Ним, аминь, давайте встанем и так вера отслышать, но некоторым надо так громко себе прокричать, чтобы услышать, начни кричать, в своей жизни тебе надо кричать, тиск, до так то, тиск,